Какое пожертвование лучше, на храм или малоимущим? Ну, строго говоря, разницы нет никакой. Заповедуя давать деньги, десятину, скажем, ту же самую, Господь повелевал ее давать и на храм, и на, ну, скажем, нуждающихся. Вот так, пока. То есть даже в десятину помощь нуждающимся была имплицирована. Она входила в эту десятину. Но кого Слово Божие в этом смысле считает нуждающимся, приравнивая им помощь к содержанию храма? Это вдовы, сироты и, собственно, те люди, которые, ну, вот, оказались, ну, назовем их странствующими, чужими людьми. У них ничего здесь нет, они шли из другой страны, и оказались вот здесь без средств существования. Вот им еще в некоторых случаях. А так это вдовы и сироты. То есть те люди, которые по объективным причинам не могут сами себя прокормить. Понимаете разницу? То есть не всякий нуждающийся человек приравнивается вот к такой священной жертве. Вы можете, мы можем помочь любому. Мы просящим у тебя дай. Это другая заповедь. Но вот когда есть пожертвование, то не всякому человеку, вот то, что мы отдаем на храм, не каждому человеку из этих вот пожертвований на храм можно помочь, а только тому, кто объективно, объективно в этой помощи нуждается. Вот в чем смысл. Если человек не работает, потому что он, скажем, инвалид, то ему надо помочь. А если он не работает, потому что он не может найти работу, это другое дело. Я могу ему помочь, если это будет моя воля, но я не обязан ему помочь. Я могу, если хочу ему помочь, это доброе дело, надо творить добрые дела, но я не обязан. Если ко мне приходит вдова и стучит в дверь и говорит, помоги, она может мне не нравиться, может, но я не имею права ей отказать. Это священная жертва. Это Бог взыщет сразу же и тотчас, как говорится, мгновенная карма. Если я отказал вдове. Если пришла женщина, которая не вдова, потому что она одинокая, но у нее нет мужа, это ее проблема. Почему нет мужа? Если она была женой, вот, и муж погиб, умер, она вдова. Если она не сохранила брак, неважно по каким причинам, она уже не вдова, она просто одинокая женщина. И совсем другое к ней отношение. Потому что сама вот эта вот судьба твоя, она твоя. Она твоя. Если Бог забрал твоего мужа, Он берет тебя под свою опеку. И Он через храм или священника, Он тебя кормит. Потому что Он забрал у тебя мужа. Он несет ответственность за тебя. Или сирота. Бог забрал твоих родителей. И Он за тебя отвечает. Во всех остальных случаях нет. Если ты сделал так, как сделал, сложилась такая жизнь, она почему-то так сложилась, пожинай последствия своей жизни. Я могу еще раз повторить. Любой человек, любой христианин, я как священник, там, прихожанин как прихожанин, там, певчи как певчи, просто человек с улицы, он может помочь, если хочет. Но он не обязан этого делать. А у нас нет понимания развлечения между словом «должен» и «хочу» у нас нет. Я хочу помочь, но не должен. Я должен, хотя и не хочу. У нас нет таких. Поэтому мы и привели, довели до такой ситуации, что любой человек приходит, берет меня за грудки и начинает трясти. Ты обязан дать мне деньги. Я же пришел, обязан, давай, кормись. С чего ради обязан? С чего я обязан? Я обязан кормить свою семью. Я обязан кормить вдову. Я обязан кормить сироту. Тебя с чего я обязан? Где написано, что я обязан? Ну как, там же написано, просящему тебя дай. Так, просящему, а не требующему. Тот, кто со смирением пришел и попросил, это одно. А тот, кто привык жить за другой счет, это совсем другое. Есть и другая заповедь, кто не работает, тот не ест. И в древней церкви это правило соблюдалось настолько строго, что даже сирот заставляли работать, самое какое-нибудь там, ну, воду принести. Но человек должен был сделать, чтобы не потому, что трудно было помочь, а чтобы человек научился, что он должен, он же не вечно будет сиротой, он должен стать полноценным мужчиной или полноценной женщиной, это только временное его состояние. А когда он станет взрослым человеком, он должен трудиться, а не привыкнуть жить за счет других. Это не христианское состояние, когда человек живет за счет других, и ему это состояние устраивает. И вот поэтому так важно различать. Если ко мне приходит, ну, там человек, вот, из тех категорий, сирота, допустим, и я вижу, что он сирота, я знаю, что он сирота, я обязан ему помочь, хотя мне не нравится, и, скорее всего, он, может, и не знает, как этими деньгами пользоваться, вот, и, скорее всего, толку никакого не будет, как те сироты, которые, скажем, в 20-е годы наводнили Россию. Их много было, беспризорников разных. Вот, и, но, тем не менее, я обязан решить его проблемы. Я обязан, я не могу от него отказаться. Вот, иначе я просто потеряю связь с Богом, потому что я в данном случае Бог, и тот, кто забрал вот у него родителей, через меня должен ему помочь, иначе вот я разрушаю отношения, фундаментальные отношения человека и Бога. Но если пришел просто человек и сказал, помогите, а я спрошу тебе, зачем? А тебе куда? А ты что хочешь? А почему так получилось? Или могу не спросить. Но это моя воля, помочь ему или не помочь. И он, этот человек, должен понимать, что это не я обязан ему дать, а это моя милостыня, то есть милость моя. И когда бы человек научился понимать, что он живет милостью и милостыней, он бы благодарил людей и Бога. А если бы он стал благодарить людей и Бога, то Бог бы дал ему еще больше, так ли или иначе ли, потому что благодарный человек всегда получает от Бога множество даров. А мы ведь как получается, вот эти вот люди, приходящие, берущие нас за грудки и требующие, чтобы мы решили их проблемы, эти люди, они, вот требуя то, чтобы это было, они уверены, что мы обязаны давать. И мы сами так вот сжавшись, как бы забиваясь под лавку, действительно надо дать, как же нельзя его отправить, нельзя, вот мы даем как подневольный, фактически делая его хозяином моей жизни, моего кошелька. Мы не можем сказать ему нет, это недопустимо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok